так ну я вам гавы помните о чем я говорил пару секунд сейчас сейчас одну секундочку прям сейчас деда сейчас тебе обратятся обратиться хотят у вас у вас темно ничего не видно надо свет включить вы свет включите свет я не могу говорить с вами вас не видно хорошо подумайте прежде чем говорить чтобы ни одного плохого слова мы не услышали мы пришли сюда возвестить первую очередь о суде божием что ждет за то что здесь делается и второе а второе любви божия что иисус умер за грехи людей воскрес я знаю что иисус умер за грехи людей взял на себя грехи для того чтобы искупить человечество поэтому люди сейчас иисус возвал чтобы они любили иисуса и иисус любил любит их для людей уже все на свете созданное есть им осталось только полюбить себя и окружающий мир и тогда к ним все придет как из рога изобилия я ходил церкви деда я ходил с бабушкой и потом ходил церковь и все это слышал и все это знаю ты мне скажи это я с тобой разговариваю из питера или не из питера кто я из петербурга нет нет я далек от петербурга я нахожусь в алтайском крае город барнаул не ты говорил что там музей какой-то у тебя это музей какой-то держишь музей да мало что я не говорил то у меня youtube самый большой канал я сам много выступаю проповеди мы строим православную деревню с нуля где нельзя лгать пить курить материться воровать у меня на ю тубе в канале 20 тысяч 500 роликов своих слушая такой вопрос пить курить материться воровать нельзя а девчонками можно шалить вы женаты а раз не женаты и тебя мучает похоть женись с ее согласие а лучше я не хочу на первой встрече жениться я хочу как бы это блудить и не будет блудить и не за счет не отвечать мне не будет нет не понял знаешь как вот она как бывает вот как она у меня в жизни было и моих друзей познакомился с девушкой да с ней встречался год другой третий понимаешь а потом вот как бы вот так получается что и она говорит да что ты знаешь вот короче ты меня здесь не удовлетворяешь там не удовлетворяешь здесь я короче недовольны денег у тебя мало и ты сам думаешь а нафига мне такая баба нужна которой мы недовольны и действительно вот так у нас не там взгляды не сходятся короче так вот только давайте договоримся чтобы ни одного скверного слова матерка не сказали хорошо я ни одного не сказал я говорю да на будущее тогда я буду отвечать вам вы по-простому только ответьте почему нигде ни в одном ресурсе нету как в чат рулетки непрерывно все пьют почему я пью сок я не спрашиваю что пьете пьют пьют все потому что долго разговариваю когда я не поэтому нет не поэтому путин говорит полтора часа и не берет стакан в руки почему но хорошо я одновременно вел занятие в пяти университетах два часа без перерыва за 18 лет не позволил стакан на кафетру поставить почему потому что это неприлично а здесь здесь дует воду почему потому что блуд захватил этот огонь жар внутри а потом я на огненной пытается потушить где да где сколько лет скажи 81 у тебя есть внуки да вам зачем меня спрашивать а мы пришли сюда возвестять людям о спасении а я тебя понял вот я сейчас смотри я сейчас тебе скажу короче как твой внук вот и внука же любишь своих у вас вопрос стоит я понял как вы с ней еще давай давай я тебе так скажу я вижу твой возраст и я подразумеваю что у тебя есть внуки вот я как-то подразумеваю не подразумевая как предполагаю да скорее всего не у тебя есть если не у тебя есть значит ты их любишь вот я тебе сейчас как как твой внук говорю как твой был тебе внук сказал деда ты чё такой фанатичный а вас почему слово фанатичное оказалось ругательным когда это положительное слово в твоих словах здравого смысла маловато не хватает знаешь фанатичное означает за свою идею готов поддать жизни хорошо я вот это очень хорошо потому что ну такие люди просто понимаешь тебе 80 лет да вот я вот 80 лет скорее всего будут абсолютно таким же как и ты фанатичным верить там во что-то и всех убеждать а мне понимаешь 30 вот мне сейчас более практичные какие-то вещи интересуют знаешь которые вот как вот сегодня здесь жить как вот значит налаживать свою жизнь процветать и чтобы все вокруг участка были понимаешь вы говорите только о плотском а духовном у вас даже капли нету я говорю как раз таки о плотском и о духовном чтобы люди вокруг меня все мои родные и близкие вы сначала свою жизнь приведите в порядок с евангельскими заповедями а потом будете как горну сдвинуть это я знаю ладно давай жизненный совет какой-нибудь есть такой вот как вот самому себе бы сейчас 30-летнему сказал бы а знаете я в 30 лет не задавал такой вопрос меня в 23 года господь остановил а что мне бог давал я еще никого не встретил кому-то так широко бы двери открыл благополучной жизни куда он делся как он делся как очень просто я учусь отец пришел с фронта без руки в семье 10 детей пролетарская семья и после окончания строительного технику пгс меня направляет в органы мвд строго режимный лагерь пличкина иркутская область я при я получаю огромный опыт жизни забирает в армию я служу в элитных войсках только что образовали ракетные войска я служу и верю в бога но дальше не знаю евангелия то не было и в 23 года в латвии когда я снова работаю уже на корабле в руки дали мне библию и моя жизнь сразу изменилась какая книга значит вы ее не считаете да а раз не считаете значит не знаете закона божия правил его они на не зная как законов и поневоле нарушаете их но раз не знаешь правила движения а нарушая вы погибаете и все от того что не считаете как это я повторяю она златоуста патриарха константинопольского живший четвертый пятом веке вы что-то я не пойму чем-то не недовольны или обкуренные такой такой вид у вас говорится сытого боровка в постели зачем вы так себя поставили только губы шевеляться ничего нету так я не вовремя пришел к вам да ну вы хотите после смерти быть в раю или в аду где хотите быть не знаете ничего вам все равно было бы говорит несколько фунтов живого мяса женского пола все пока ладно тогда не пригоден клиент оказался я говорю если эту книгу не считаете что вас ожидает а вы бы сразу узнали а где ее достать я бы сказал в храме православном и считайте тогда будет интересно у вас жизнь интересная насыщенная спасительная примерная все пока с богом считать святую книгу не язык показывать как пятилетний ребенок это говорят которые показывают это садомиты проклятые это не делают так так играть этим не надо не надо потому что умрете за все отвечать придется и тогда демона потащат в ад и будешь орать кричать на всю вселенную сегодня мы вам говорим покайтесь и веруйте в евангелие иисус христос умер и воскрес поэтому трудитесь для бога вы не знаете что завтра будет будьте внимательны к этому ни одна мусульманка этого не будет делать ни одна на два миллиарда никогда на этого не будет делать чтобы она раскосматилась и вот так вот показывала со старым человеком так разговаривала язык показывала это глупости да еще и материсты научились поди зачем вам это так вы если хотите больше узнать больше узнать вы зайдите на наши ю тубе канал называется во свете библии игнатий лапкин это я самый большой канал вы найдете ответы на тысячи вопросов да а если по скайпу зайдете по скайпу skype это как домофон игнатий лапкин вы на меня выйдете можем побеседовать я свои ресурсы вам скину вы будете знать писание библию будете ходить церковь у вас другая жизнь будет вот мы строим православную деревню у нас ни одного развода ни одного аборта нету нету нельзя лгать пить курить материться воровать ни одного пьяного нету двери палочкой подперли пошли одна деревня на всю страну и мы с нуля начали строить ее каждый день мы встаем 4 40 вот я на пенсии допустим мне правило семикратно в день помолиться после молитвы 100 поклонов всем раз в день и тогда на душе легко и радостно ты живешь для бога я только скачала это приложение и тут уже сразу ну типа я была спокойно да такая типа выхода когда зайдете на наш youtube вы увидите какие у нас девушки женщины ребята вам таких в интернете больше не найти здоровые лица как одеты они как хиджап двойной платок платье до полу бесплатка ни одной нету потому что это позорно бесплатка это так только блудница разная а вы зачем на себя этот образ берете ногти оскоблее их обстриги чтобы нормальные были ну зачем это нужно это глупости по миру черная как кошка какая-то зачем же ну ладно раз зеленая серая не имеет значения вот должны быть вот так вот ровно у вас по ногти то работать можно было так у вас вопросы есть о душе о вечности где мы будем после смерти нету если вы не верите во христа иисуса у вас вся жизнь пойдет на дизлайки миллиард дизлайк в аду будете гореть с сатаной вместе вам зачем это прими христа ходи в церковь и даже ходила воскресную школу в детстве ну ходила теперь куда потянула здесь вы ничего не найдете мужики половина голая валяются процентов 90 мусульмане а вы что тут делаете проповедуем о христе нас господь послал идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет кто не будет веровать осужден будет сатаной в огне будут гореть эти люди с дьяволом если вопросов нет тогда прощаемся до свидания личности о спасении о слове божием у вас такая книга дома есть у вас плохо слышно далеко микрофон а достаньте она отвечает на все вопросы она знакомит вас с иисусом христом который умер за грехи людей распятый на кресте и он воскрес третий день вы в других книгах этого не найдете у вас микрофон далеко плохо слышно за что умирают люди да за все умирают приговоренность водами написано все умирают а во христе все живут умирает потому что смерть вошла в человека после согрешения адама и за это уже умерло больше ста миллиардов людей а иисус умер за грехи людей чтобы дать жизнь вечную и после смерти есть только рай и от другого места нету евангелие от марка написано кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет миллиард дизлайков ему бесконечные веки и поэтому сегодня надо сделать выбор свой скажи отец почему умер мой сын где был хвален и бог когда его убили а вы нормально сейчас мыслите вы не обкурены нет я вполне адекватный я не употребляю я ну как то говорите такая заторможенность я с людьми все время знаю с заключенными я просто двое суток не спал вы достаньте евангелие церкви православной то и считайте и просите бога в молитве чтоб дал веру это дар божий и тогда не потребуется вам многого делать что делаете сейчас нормальная жизнь семейная чистая если вы не верующий значит вы будете несколько раз жениться разводы будут суды товарищи могут предавать вас по-настоящему а ради чего быть верным то если ничего нету твори выдумывай пробуй как маяковский писал